Дорогие друзья, здравствуйте! Толкуем Писание, читаем его с толком, неторопливо, с порталом экзоге.ру. С вами священник Алексей Волчков. Тема нашего сегодняшнего разговора звучит очень провокационно. Есть ли у христиан кашрут? Все знают слово кашрут, кошерная пища. С этим понятием связано много разных шуток, анекдотов. Люди и в древние времена, и сейчас насмехаются на традиции евреев. А кашрут такая традиция, которая выражается в том, что люди избирательно относятся к еде. То есть что-то можно есть, что-то есть нельзя. И вот это вот можно и нельзя регулируется так называемым законом. Основание закона этого находится в Писании, в Пятикнижнии Моисеевом, в Торе. Это в основном главы из книги Левитов Терозакония. Но в дальнейшем традиция иудейская, она, понимаете, очень сильно развила, уточнила эти все правила и руководствовались в этом истолковании раввины принципом, как можно дальше отодвинуть ограду закона. Если какое-то есть сомнение или какая-то есть неопределенность, то лучше построже сформулировать правила о кашруте, чтобы, не дай бог, не нарушить правила закона Моисеева. Вот кашрут — это есть комплекс норм, связанных с тем, как люди питаются, что они едят в своем таком обыденном рационе. И в случае с традицией иудеев все это регулируется. Так называемая галаха — это предание. Предание, которое выражено в форме самой Библии и комментариев к этому священному тексту. Мишна, Талмуд и так далее. Итак, в нашей лекции мы поговорим, во-первых, о причинах этого явления. Почему так устроил Бог, что он дал евреям эти сложные, неочевидные правила? Вот это вот есть можно, а вот это есть нельзя. Это первое. Второе — порассуждаем немножко о том, а у христиан есть ли кашрут или нет? Когда он пропал, почему у нас его нет или есть? Нужен ли он нам, кашрут, христианам? Вот об этих вопросах в конце мы сегодня тоже порассуждаем. Итак, начнем с самого слова. Кашер — это первое значение этого слова. Такое — годный, нормальный, работающий, разрешенный. Например, хорошо сшитый костюм — это кошерный костюм. Или работающий телефон — это есть телефон кошерный, потому что в нем все правильно. То же самое касается и пищи. Та пища, которая правильно как будто бы устроена, которая является для питания годной, та и называется пищей кошерной. Не будем уходить в детали, потому что это будет очень большая лекция, точнее даже цикл лекции, что есть можно, что есть нельзя. Можно обратиться либо к другим лекциям в сети YouTube, и такая лекция есть у меня про кошерную пищу, либо обратиться лучше, конечно, всего к самим преисточникам. Прочитайте нужные главы в книге «Левит» и второзаконие, отчасти книга «Книга чисел» тоже об этом рассказывает. И можно эти правила пытаться вот как-то вот систематизировать и память освежить. А поговорим сейчас о причинах. Какая причина того, что Бог эти правила людям своим даровал, преподнес? Да, ведь закон Моисеев, каждое положение этого закона либо и в настоящее время имеет глубокий духовный смысл, является работающим элементом нашей личной либо общей церковной жизни, либо в древнем мире, в древнем Израиле, у древних евреев такой смысл был, какая-то функция положительная была у этого правила, но потом, впрочем, это правило было как будто бы отменено, убрано в архив, на какую-то полку, и в настоящее время это правило не используется, не практикуется христианами. Это норма. Это традиция. Но какой же смысл тогда был этого правила в те древние времена? И вот комментаторы и христианские, и иудейские, и ученые, и антропологи сформулировали ряд попыток объяснения, почему эти пищевые табу были у евреев. Ну вот, например, такая концепция, она озвучена была известным толкователем и равидом Маймонидом, который сформулировал такую концепцию, концепцию гигиеническая, гигиена. Итак, он сказал, что эти все предписания имеют смысл практический, они полезны для здоровья, эти правила. То есть, если, например, что-то запрещается есть в законах Моисеевых, то по причине очень простой. Это тяжело приготовить, этим можно отравиться. В этом мясе, в этих яствах есть какие-то паразиты, возможно, которые тяжело вывести, убрать и легко вот ими заразиться. Поэтому, иначе говоря, чтобы вам, евреи, быть здоровыми, вам нужно практиковать законы о кошерной и некошерной пище. Вот такое объяснение. Ну, критика тоже есть у этого положения, ну, такого рода критика, что, например, можно приготовить и нехорошо, и неудачно, и кошерную пищу, и она тоже будет вызывать и болезни, и может заражать человека. Поэтому тут, видите, в чем-то смысл, может быть, уловлен, уловлен этой концепции, но он не оправдывает совершенно все разные варианты систематизации разных видов пищи на кошерное и некошерное питание. Второй смысл такой. Значит, культовый смысл. Культовый смысл. Этот смысл был озвучен христианским писателем, комментатором Оригеном. Он писал такую вещь. В некоторых культах окружающих народов, у египтян, у ассирийцев, у бавилонян, у хананеев, некоторые типы животных приносились в пищу. А потом они, конечно же, как и у евреев, они частично поедали с теми, кто принес это животное в жертву своему божеству. Так вот, поскольку, например, хананеи практиковали принесение в жертву свинины, да, свиньи, да, своему валу или своей астартия, то вот ровно по этому основанию евреям нельзя было иметь ничего общего со свиным мясом, со свиньей, чтобы не уклониться в идолопоклонство, чтобы максимально размежевать, рассоединить, да, развести культовые традиции привычки хананеев и евреев. Вот поэтому Господь, Бог Израилев говорит, что вот эта пища, которую едят язычники и посвящают ее своим богам, но у вас такого быть не может, у вас есть особые типы еды, которые можно есть, и она как будто бы мало пересекается с жертвенной едой, жертвами окружающих хананейских народов. Но современная археология и антропология лишь частично поддерживают, подтверждают эту догадку, да, в чем-то это суждение является справедливым, да, но не совсем. Все-таки и там, и астартия, и валу, и богу Израилеву приносились одинаково и овечки, и тельцы, и птички, и голубицы, в принципе много было и общего из того, что посвящалось древними хананиями и евреями своим богам. Третья концепция, она является на самом деле довольно такой серьезной, и я вот, можно сказать, разделяю эту концепцию. Эта концепция выражена, изложена, как правило, раввинами, учителями Талмуда, и там такое есть обоснование. Они говорят, в кошерном и не кошерном нет никакого рационального смысла. Это деление, оно является каким-то спонтанным и субъективным. Автор этого разделения является сам бог. Бог говорит, делай что-то, что является нерациональным, никаким-то нелогичным, лишь потому что я, бог, тебе это сказал. Это моя заповедь, это моя митцва, это мои заповеди, это мои уставы, это мои митцвод, и ты должен их соблюдать. И как пишет один из толкователей, что я не ем свинину не потому, что она невкусная или она противная, она вкусна и она мне нравится, но я не ем ее потому, что бог запретил мне это делать. Вот такое религиозное обоснование этих заповедей о кошерной пище является довольно для сегодняшнего дня актуальным, особенно в религиозном контексте. Соблюдение пищевых правил, пищевых табу воспитывает в человеке чувство какого-то вот волевого решения быть с богом. Это воспитание верующего человека, верующей души. Когда ты постоянно от чего-то воздерживаешься, ты воспитываешь в себе волю, религиозное чувство, чувство того, что ты должен исполнять божьи заповеди. Дальше еще одно объяснение, это скорее уже такой вклад антропологов, социологов. Такое объяснение. Эти законы, законы о кошерной пище, помогали евреям избежать неизбежной в их ситуации ассимиляции. Дело в том, что у евреев постоянно было меньшинство. Это народ диаспоры. И где бы они в диаспоре не оказывались, в Египте, в Месопотамии, в городах Греции, городах Римской империи, их всегда было меньшинство. Так вот, у меньшинства есть, увы, неизбежная участь раствориться, ассимилировать в окружающем большинстве. И примеры русских эмигрантов, особенно вот такого советского времени, очень хорошо это показывают. Уже во время поколения второго язык коверкается, он уже делается не совсем чистым русским языком. В третьем поколении язык очень часто забывается, это язык бабушки, но и уже не родителей. Ну и поколение четвертое, это целиком ассимилированная в окружающем макросообществе часть вот этой самой диаспоры. Так вот, чтобы этого не было, Бог как будто бы говорит, у вас и у окружающих народов не может быть общего стола, общего застолья. А застолье является таким базовым инструментом взаимодействия, социальной интеракции людей друг с другом. Люди, вообще люди, как правило, кушают вместе во все времена, во всех культурах. Это может быть встреча коллег по работе, это может быть чьи-то крестины, день рождения, свадьба, похороны, другая какая-то случайная дата. Людям нормально друг с другом собираться, сходиться и иметь общий стол. Так вот в чем фокус. Дело в том, что евреи не могли в этом участвовать, потому что мясо было непонятно чье, как приготовлено непонятно, там возможно оставалась кровь, кровь есть нельзя, там были неизбежные морепродукты, там вообще было все сложно с морепродуктами, в законе Моисеевом в основном нельзя было ничего есть, кроме рыбы с чешуей из всего того, что водится в водах морских или речных или озерных. И тогда общий стол был невозможен. И как тогда можно выдавать свою дочь за того, за сына того, с кем у тебя не может быть общего застолья. Это неизбежная неудача или расстройство ждет вот себя в этом действии. И раз это не получается, раз это запрещено, вот тогда евреи собираются как будто бы вместе, кучкуются вместе, появляется такое вот такое хорошее сообщество евреев, называют часто гетто это сообщество, и там евреи с евреями и взаимодействуют, торгуют, женятся, выдают замуж, зарабатывают, строят, ремесло и так далее. Вот возникает такая диаспора, которая ассимилирует, но не с очень большой скоростью, да, есть ряд препятствующих инструментов, в числе которых и постановление о чистой и нечистой пище. И вот все это, вот эта вот кошерная пища была очень важна фактором идентичности. Что такое идентичность? Это когда ребенок и старик, и мужчина, и женщина может себе объяснить, а кто я такой, да, и вот они вот рассуждают. Кто я такой? Я еврей. Хорошо, что такое еврей? Как это еврей? Вот израильтянин. И возникает ряд простых, понятных всем людям таких вот объяснений. Я еврей, потому что у меня, у мужчины, обрезание. Я еврей, потому что я, мужчина и женщина, не ем чего-то, чего-то, чего-то. Я еврей, потому что я хожу раз в неделю в синагогу. Ну и так далее. Так вот, возникает ряд таких генерирующих чувства идентичности практик, кулинарных практик, которые позволяли евреям не ассимилировать в течение долгого времени, тысячелетий существования в диаспоре. Но согласимся, что в этом отношении кошерность сработала очень хорошо. И до настоящего времени есть диаспоры евреев в Европе, в Америке, даже на Ближнем Востоке, где евреи, вот как будто бы оградив себя законом о пище чистой и нечистой, избежали ассимиляции. Дальше такие возникают такие философские попытки объяснить, почему Бог все это вот многообразие правил кулинарных выдумал. Ну вот, например, такое объяснение, значит, впрочем, это объяснение древнее, это еще святые отцы вот так вот толковали эти правила. Например, по подобию, так по подобию. Это попытка гуманизации мира природы. То есть, ряд животных наделяются какими-то качествами. И вот, ну, например, вот свинья, животное как будто бы всеядное, да, или охваченное страстями. Собака тоже существо всеядное, это люди, это животные, которые поедают падаль, вот, и не хочется быть им подобным. Вот так вот. Не хочется связывать себя, а поедая ты себя связываешь с тем, кто тебе не очень нравится внешне по поведению. Ну, какие-то птицы-падальчики, да, тоже не хочется. Либо змеи, змея, какие-нибудь угри морские. Ну, они некрасивые, неприятные, я их есть не буду. А вот овечка, это приятное. У нее хороший нрав, хороший характер. Она человекоподобна. И в этом отношении, такая странная логика, правда, человекоподобна, и поэтому я могу ее есть. Там, или, допустим, другой пример. Там коровка, там или бычок. Они часть нашего сообщества. Они с нами проводят всю свою жизнь. Они рождаются в наших домах, живут за стеной от нашей спальни. Мы одна семья, и поэтому я могу есть это животное. Такая вот попытка перенести свойства нашего людского сообщества на мир животных. И то, что в это сообщество входит, то для питания годно, а то, что не входит дикая пища, дикие животные, то мы есть не можем. Последнее объяснение можно назвать так. Объяснение с позиции этики, позиция этическая. И вот это тоже сильно, друзья, объяснение, которое может нам помочь найти до сегодняшнего дня неприходящий смысл в древних патриархальных, метхозаветных правилах о чистой и нечистой пище. Итак, ну, например, рождается израильтянин с мыслью о том, что не все можно есть. Да, вот много есть чего. Нас окружает большой мир. Там есть насекомые, птицы присмыкающиеся, животные, морские твари, речные твари. И мы знаем по некоторым культурам, да, вот не будем называть эти культуры, где можно есть все. Вот все, что двигается, а может и не двигается, и живое, и умершее, вчера, и уже немножко даже тухлое. Все можно есть. Так вот, вот этому миру всеядности, всеядности противостоит мир умеренности. Да, ты не можешь все есть. А почему ты должен все есть? А почему ты считаешь, что мир сделан Богом, чтобы ты его сожрал, чтобы ты его поймал, убил и съел? Но вовсе нет. Не для этого сделал Бог дельфинов, не для этого сделал Бог обезьян, не для этого сделал Бог каких-нибудь китов, чтобы ты на них охотился. И не этим исчерпывается их место в Божьем плане, в Божьем мироздании. Возможно, и не стоит их есть. Возможно, самодисциплина, мирность в потреблении есть то ценное, чему может нас научить ветхозаветный закон. Нас, христиан, имеется в виду. Но едва ли стоит попробовать все в жизни. Это касается и нашей этики сексуальной, это касается нашей этики социальной, это касается и нашей этики кулинарной тоже. Кое-что в мире есть, и пускай оно есть, но я пробовать этого не буду и не могу. Дальше. Развитие этого тезиса. Бережные отношения к животному миру. Значит, мы знаем, что люди, наш род очень часто оказывается где-то, и местная фауна исчезает. Крупные животные и куча, если вы не знаете, я вам сообщаю, куча животных. Однажды, это крупные, как правило, такие, крупная такая мегалофауна. Она спокойно себе обитает где-нибудь в Австралии. Но оказываются люди нашего типа, хомо сапиенс, и в течение какого-то времени пропадают мамонты, пропадают гигантские ренивцы, пропадают какие-нибудь бизоны и так далее. А все очень просто. Люди пришли и всех съели. Вот это вот такое неумеренное потребление пищи, когда, например, убивают со стаи птичек из-за того, что у них вкусные язычки, это рецепты из разных дворов христианских королей средневековой Европы, это все свойственно миру язычников. Человек Израиля чужд этого подхода к миру. Естественно, пускай себе живут спокойно киты, дельфины, обезьяны, собаки, я не буду их есть, потому что надо иметь бережное отношение к миру. Еще очень сильный такой аргумент, позволяющий объяснить ряд случаев, кейсов, говоря языком современном, из закона о пище, чистой и непище, из закона Моисеева. Итак, нельзя убивать и есть прекрасное, или по-другому нельзя убивать и есть слабое. Ну вот каких-нибудь, какой-нибудь лебедь, ну зачем его убивать и есть? Ну убей и съешь курицу. Ну зачем на лебедя охотиться? Тоже не очень понятно. Тем не менее, для людей и наших современников вот это и есть норма жизни. Взять, купить тебе ружье, пойти в лес, убить лося, убить лосенка, убить беременную олениху, медведя. Только потому, что вот хочется, я могу, я имею силу, я имею власть над этим мирозданием. Но этому поведению нас не учат Библия и не учат нас ветхие законы. Дальше еще. Например, нельзя убивать тех, кто и есть, тех, кто работает с тобой вместе. Ну вот, например, осла, поэтому нельзя убивать и есть. Осел – некошерная пища. Дальше, вот у меня написано здесь слово такое важное – брезгливость. Действительно, этим практикам свойственно чувство брезгливости. Это свойственно и мусульманам, и иудеям, тем более практикующим иудеям. Действительно, не все есть можно. А если я узнаю, что что-то находится на столе, это нечистое, то я испытываю чувство брезгливости. И вообще, дорогие друзья, брезгливость – это есть хорошее качество, которое, в принципе, должно быть свойственно каждому верующему человеку. Но что-то должно вызывать у нас чувство брезгливости. Какое-то предложение, какое-то поведение, какая-то связь, какой-то способ заработать деньги. Что-то у нас должно вызывать чувство того, что, ну нет, я не могу с этим ничего иметь общего, потому что это гадость. И, в принципе, закон Моисеев, касающийся кошерной пищи, учит детей тому, что есть в мире то, что вызывает у нас чувство брезгливости. Я не могу, это неприятно, я не хочу это есть, я не могу этого животного убивать, я не буду в этом участвовать. Итак, вот мы с вами сейчас прошлись по разным гипотезам, рассказывающим нам, объясняющим нам смысл закона о чистом и нечистом в отношении кулинарного нашего бытия, жития. Повторим эти гипотезы, гигиена, культ, религиозная такая вот гипотеза, противодействие ассимиляции, развитие чувства идентичности, не ешь подобного тебе, точнее ешь подобного тебе, а не ешь неподобного тебе. И с позиции этики тоже объясняется смысл этих постановлений. Дальше, значит, самое важное, христианин и кашрут. Вроде бы все понятно с этим, с этой идеей, вроде бы у нас кашрута нету, вроде бы мы едим все что угодно, и миногу, и морепродукты, и змею, и питона, и обезьяну, и так далее, вроде бы все есть можно. Но тут возникают разные нюансы. Но вот, например, на самом деле, если мы подумаем, то христианам не все есть можно. Даже православным, которые ничего про это не знают, ни разу не читали книгу Левит, и то им есть не все можно, уточню, не во все периоды календаря можно все есть. То есть, как будто бы сам календарь режимом постов налагает ограничения на нашу кулинарную жизнь. Иногда мы есть можем мясо, иногда масло, иногда ничего есть мы не можем. Это тоже есть элемент такого новозаветного кашрута. Практика поста влияет на наше потребление в кулинарном его плане. Многие церкви, православные церкви, древние церкви, церкви Востока, эфиопская церковь, церковь, где находятся арабы, избегают некоторых видов пищи. Например, свинья, свинина все-таки все еще недопустимое питание для этих самых православных людей. И когда они узнают о том, что мы, люди Запада, едим свинину, это вызывает у них вот то самое, что я выше описал. Презливость и недоумение. Как так? Ведь это запрещено законом Библии, библейским законом. То есть все-таки в некоторых странах христианского разнообразного мира сохраняется какая-то часть этого закона Моисеева, и все-таки соблюдается часть постановлений о кашруте, о пище законной и пище незаконной. Но мы сейчас обратимся к Новому Завету, ведь это же наш первоисточник, главная книга каждого христианина. Что же нам Новый Завет об этом возвещает? Ну вот, например, есть ряд ключевых текстов, к ним и обратимся. Во-первых, это то, что вроде бы разрешает нам, есть все. Это то самое видение в Яфе апостолу Петру, где он был на кровле дома, молился, и вот там было такое событие. И голос говорит Петру, давай, Петр, заколи себе, что хочешь и ешь. А до этого он видит, что спускается на таком полотнище, на таком подносе разная еда, и чистая, и нечистая. И предлагает голос неба, голос Бога, заколи и ешь. То есть осьминога, питона, свинью и так далее, заколи и ешь. Но Петр отвечает, ни за что, Господи, я никогда не ел ничего поганого или нечистого. И снова во второй раз раздался голос, не тебе называть поганым то, что объявил Бог чистым. Так повторилось три раза, и полотнище тотчас поднялось в небо. Ну вот вроде бы, да, санкция дана нам на то, чтобы есть чистое, нечистое, не рассуждая об этом. Но тут есть ряд нюансов, дорогие друзья. Во-первых, сам Петр толкует это видение в очень специальном смысле. Дело в том, что ему предстоит крестить язычника, корнилия сотника, и он как будто бы получает на вопрошание к Богу, как его крестить, нужно ли делать ему до этого обрезание, и как вообще можно с ним взаимодействовать, он язычник, он нечистый. И вот на эти вопросы получает Петр ответ образом пищи, творений божьих. Как будто бы Бог говорит, все люди одинаково, не стоит их делить на чистых и нечистых, на евреев и эгоев. Не надо, будь выше этого. Ты христианин, ты человек нового Израиля, равно как, и вот тут возникает этот образ, не стоит делить и животных, да, чистые и нечистые, все является божье творение, божья тварь. Нет в мире ничего нечистого из того, что Бог сотворил. Потому что в дальнейшем Петр является тем, кто противодействует Павлу провести линию насчет того, что закон о чистом и нечистом в питании не актуален. Петр с ним полемизирует. Дальше. Есть известный собор апостолов, так называемый съезд апостолов, где они рассуждают об очень важном предмете. Это деяние, глава 15. Как нам обращать в церковь нового Израиля язычников? И вот есть два подхода. Подход Павла, крещение и Евангелие и все. Никакого закона Моисеева, кроме как этики, этические правила сохраняем. И подход таких вот консерваторов нет. Нужно им стать иудеями по своему образу жизни, а потом уже оказаться христианами. И вот возникает компромиссный такой документ, постановление, записанное в книге деяний. И вот вам фрагмент, точнее заключение этого постановления. Ибо угодно Святому Духу и нам, это слова Петра, сказанные им от лица собрания апостолов и всей Иерусалимской церкви. Читаем сначала. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого. И вот внимание, то, чего таки возлагается на всех пришедших в религию нового Израиля из язычников, на нас, на славян в том числе. Итак, нужно нам всем воздерживаться от идола жертвенного, то есть от того, что было преподнесено в жертву богам, да, вот, от этого самого мяса, от этой самой еды, которую посвящают своим божествам язычники. Это первое. Второе. Воздерживаться от крови нельзя есть кровь, дорогие друзья, нельзя потреблять в пищу кровь. Замечу, очень важное замечание, про переливание крови ни слова не сказано, тут мы противники, практики эговистов. Тут сказано лишь про то, что нельзя есть то, где есть кровь. Но вот, извините меня, дорогие братья и сестры, кому-то из вас нравится бифштег с кровью, но тут написано, и это есть новый завет. Воздерживаться нужно нам от крови. Дальше. От удавленены. От мяса, из которого не выпущена кровь. Это вот я перефразирую. И блуда. И не делайте другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделайте, будьте здравы. Ну, давайте вот посчитаем. Итак, нужно нам отдерживаться от идоложертвенного, от крови, от удавленены и блуда. Видите, четыре правила озвучены, из которых три касаются кулинарного, кашрутного, кашерного элемента. То есть, все-таки получается, какие-то элементы кашерного законодательства сохраняются, по идее, вот тут так вот написано, и в христианском контексте. И странно, что многие верующие ничего об этом не знают и являются теми, кто ест все подряд, не разбирая, не брезгуя, поедает тварей разумных, таких как дельфины или киты и так далее. Вот я думаю, что эти все правила, они немножко должны ограничить, в какие-то рамки ввести то, что мы поедаем в нашей жизни. И, наконец, последний стих, это апостол Павел, первое послание Коринфянам, глава 8, стих 13. Там есть большое рассуждение про то, что вот некоторые едят все, другие воздерживаются. И вот он пишет, и потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнять брата моего. И этим правилом, я хочу закончить наш разговор, этим правилом Павел как будто бы объявляет ряд очень важных мыслей. Первая мысль такая, некоторые верующие избирательно относятся к пище, и это неплохо, он это не осуждает. Второе правило, некоторые вещи, некоторые, точнее, верующие, понимают законы Христов очень широко. Могу есть все, если хочу есть, то я могу есть все. И Павел их тоже не осуждает. Третье суждение из этого стиха следующее. Пускай в том, что вы питаетесь, как вы питаетесь, торжествует дух любви, какой-то христианской нежности, тактичности, пускай никакого из этих правил не будет для вас основанием для взаимного осуждения, для какого-то унижения или насмешки. Поступая так, мы закон Христа и исполним. Дорогие братья и сестры, тема довольно такая солидная, тема очень глубокая. Мы попытались ее вкратце изложить. Нашим помощником был портал экзоге.ру. Спасибо за внимание, не болейте, всего хорошего.